Добрый день! С вами Юрий Гетсберг. Мы ведем свой репортаж футбольного матча из Сыктывкара, из спортивного зала республиканского стадиона. При этом нахожусь я не в Сыктывкаре, а в Санкт-Петербурге. Однако, чтобы наблюдать, что происходит на поле, я воспользовался установленной на этом стадионе веб-камерой и слежу за игрой у себя на компьютере. Признаюсь, что я это сделал не только из любви к футболу. Мне показалось, что передаваемые с помощью интернета изображения могут служить хорошей иллюстрацией того, как влияет на виде наблюдения канал передачи данных. Действительно, я думаю, что для большинства людей мудреные термины вроде процент потери пакетов, джиттер или дилей, все это трудно представимые понятия. Многим не ясно, как они сказываются на изображении. Поэтому я предлагаю, давайте последим за игрой футболистов, и при этом будем оценивать качество изображения, передаваемого, судя по всему, по не самому лучшему каналу. Итак, мы наблюдаем острую спортивную борьбу. Спортсмены полны задора, они демонстрируют неплохую технику. Однако, согласитесь, несколько необычно видеть, как ноги спортсменов подчас живут своей собственной жизнью. Иногда они стремятся убежать от своего хозяина, иногда валяются на поле где-то рядом с ним. Поясной портрет судьи подчас теряет свою нижнюю половину тела, хотя потом они все же счастливо воссоединяются. Мы наглядно видим проявление звездной болезни спортсменов. Кто-то из футболистов полуборьбы просто теряет голову, но затем все-таки ее находят. Иногда мы наблюдаем, как неожиданно на поле возникают неизвестно откуда появившиеся игроки, а потом таким же непонятным образом они улетучиваются. Следить за мячом это вообще увлекательнейшее занятие. Смотрите, все время трудно угадать, откуда мяч взялся и где он сейчас. И вот пока идет этот интереснейший матч, я хочу напомнить известную истину, что спорт это во многом модель нашей реальной жизни. И вот в данном случае модель футбольного матча, передаваемого по интернету, может с успехом использоваться для оценки качества изображения системы охранного телевидения, таким же образом передаваемого по интернету. Смотрите, по полю бегают спортсмены, но мы, к сожалению, не всегда можем контролировать и записывать их действия. Все время что-то пропадает из нашего поля зрения. Так и в жизни. Я несколько раз видел, как воришки среди бела дня вырывают у женщины сумочку или кошелек и опрометью бросаются на утек так, что никто не то что не успевает броситься за ними в погоню, но даже не осознает, что произошло. Потому что люди не готовы все время быть начеку. А видеонаблюдение? Оно всегда готово хотя бы зафиксировать произошедшее событие? Или у него возможны провалы памяти? Такие, как мы видим при передаче в виде изображения через интернет? Однако допустимы ли такие перерывы в виде наблюдений, если мы хотим четко знать, кто ударил ножом, кулаком, ногой, кто выхватил пистолет, кто заложил взрывчатку? Смотрите на отображение действий футболистов и делайте выводы. Повторюсь, данный футбол – это неплохая модель нашей жизни. Справедливости ради надо сказать, что и у традиционных, так называемых аналоговых систем видеонаблюдения, возможна ситуация, когда злоумышленник на большой скорости пересекает сектор наблюдения видеокамеры. И при этом он может быть абсолютно не виден, а его изображение окажется незаписанным. Этот сектор вблизи видеокамеры я назвал условно мертвой зоной. Потому что если бы злоумышленник шел медленно, он был бы виден оператору, видеорегистратор его записал бы. В статье показано, как вычислить длину этой условно мертвой зоны, а саму видеосистему оптимизировать по требованию заказчика. Но все это в классическом CCTV. Что же касается IP видеонаблюдений, то здесь подобная негативная ситуация, судя по всему, никак не прогнозируется. Ее трудно рассчитать. Причем она проявляется не только вблизи видеокамеры, а в любом произвольном месте. В этом легко убедиться, наблюдая за исчезновениями и деформациями игроков в ходе данной игры. Значит, надо ужесточать требования к IP видеонаблюдений. Но как? Ну что ж, смотрите этот футбольный матч, наслаждайтесь игрой, но думайте при этом все же о качестве видеонаблюдения. И самое главное, ответьте себе на вопрос. Передача видеоизображения через интернет добавляет безопасности или нет? Всем физкульт-привет! Продолжение следует...